Смотрите сегодня в программе. Кошка напала на младенца во Владивостоке. Известная мотоциклистка насмерть разбилась на объездной. Туристы-потеряшки найдены в Приморье. И главная тема выпуска – тайфун Нору. Как пережить стихию. Агрессивная кошка напала на новорожденную девочку во Владивостоке. Инцидент случился на улице Фадеева. Родители привезли малышку в больницу с царапинами и укусами на лице. Врачи сообщили о случившемся в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются. На Сиданкинской объездной насмерть разбилась мотоциклистка. Девушка ехала в сторону снеговой поди, предположительно на очень высокой скорости, и не вписалась в поворот. Она врезалась в леерное ограждение. От удара мотоцикл вспыхнул, а девушку бросила вперед. К моменту приезда скорой мотоциклистка была уже мертва. По словам врачей, ее травмы были очень тяжелыми. Добавим, потерпевшей было 40 лет. Она была очень известным пользователем социальных сетей, куда выкладывала видео с опасными трюками на своем байке. Стаж вождения мотоцикла у Моники, не к потерпевшей в соцсетях, 21 год. Все туристы, потерявшиеся в лесах Приморья, найдены живыми и здоровыми. Напомним, спасатели искали семью из пяти человек, которые заблудились в Лазовском районе, и молодого человека, исчезнувшего 28 июля около села Нововладимировка. Кроме полиции и спасателей, активную помощь в поиске пропавших людей оказывали волонтеры и местные жители. От себя лично хотелось бы выразить огромную благодарность всем людям, которые были задействованы в поисках, особую признательность за гражданскую жизненную позицию, высказать волонтерам, которые были привлечены к организации поисков. И обратиться ко всем жителям Приморского края, дорогие друзья, берегите себя и своих близких. Если нужна помощь, звоните по телефону 01. Приморье готовится выдержать мощный удар стихии. 8 августа супертайфун Нору выйдет на край. Ожидаются очень сильные осадки до 100 миллиметров за 12 часов. Ураганный ветер. Высота волн в заливе Петра Великого может достичь 5 метров. Усугубится паводковая ситуация. Уровень воды может подняться до 3 метров. Возможны перемывы автодорог, повреждения мостов, подтопление сельхозугодий. В крае объявлен режим повышенной готовности. Приморские синоптики официально объявили штормовое предупреждение. Как пережить стихию? Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, тайфун Нору, так ли он опасен, как прошлогодний Lion Rock, с последствиями которого край пытается справиться до сих пор? Чего стоит ожидать от капризов погоды в этот раз? В силу Туэйфуна Нору сейчас трудно предугадать, потому что прогнозы синоптиков, прогнозы Приморского ОГМС и прогнозы, выдаваемые Центром антистихии МЧС России, на сегодняшний день пока еще мало оправдываются. Дело в том, что прошлогодний циклон показал всю свою силу мощь, ненависть к жителям Приморского края, и действительно последствия его до сих пор ликвидируются на территории края. Проводятся мероприятия, выделяются финансовые средства, и все практически идет по плану. Ну, а сила циклона Нору в связи с тем, что он в настоящее время находится на значительном удалении и ожидается выход к Приморскому краю примерно 8-10 числа, мы увидим, или хотя бы можем говорить, уже ближе к этой дате. Ну вот о его опасностях, о каких-то тревожных ситуациях предупреждают даже космонавты. Космонавт-испытатель Сергей Рязанский сделал снимок тайфуна, выложил на своей странице в соцсети и предупредил землян об опасности. Слышали о таком? Ну, снимки эти в Инстаграме много распространяются, много на других интернет-ресурсах, честно говоря. И в прошлом году такие же снимки выкладывались, поэтому я считаю, что человек предупрежденный, он всегда более себя комфортно чувствует, потому что вооружен. Да, зная информацию, нужно всегда принять какие-то примитивные мероприятия. Недавно на территории края под руководством губернатора проведено заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данная информация о приближении тайфуна Нору рассмотрена на комиссии. Главам муниципальных образований края, главам федеральных органов власти и другим органам власти муниципалитетов поставлены определенные задачи, а также рекомендовано жителям края провести превентивные мероприятия. Это и расчистка русел, расчистка водостоков, поднять какие-то вещи более ценные с подвальных помещений, более возвышенные. То есть провести полный комплекс экспериментивных мероприятий. А чего все-таки стоит ожидать при море? Скорее всего, это выпадение обильных осадков, усиление ветра. Осадки на территории края ожидаются до 40 мм, а местами и до 80-90 мм за 12 часов и более. Поэтому это очень существенное количество осадков. Кроме того, возможно усиление ветра. А как мы знаем, при усилении ветра всегда идут порывы электропроводов, нарушение электроснабжения, вследствие чего происходит. Поэтому надо готовиться. А что делать при угрозе подтопления? Как вести себя? Ну, конечно, прежде всего хотелось бы обратиться к жителям, наверное, частного сектора, частных домов, потому что, как показала практика лайн-рока, очень многие жители, даже зная информацию о прохождении циклона, не всегда выходят во двор и начинают расчищать свои водостоки. А потом поступают жалобы периодически об оказании помощи в этом. Нас хотелось бы порекомендовать все-таки, прежде всего, расчистить свою территорию, чтобы вода не скапливалась на участках, а уходила куда-то в низменные части. На улицах у себя, прилегающих к вашим строениям, тоже необходимо провести расчистку, расчистить трубы канализационные, трубы водостоков, чтобы вода, конечно, уходила вовремя с ваших приусаденных участков. А что делать с вещами, с хозяйством? Вот что-то в подвалах у людей хранится, живность, что с ней? Конечно, лучше поднять как можно выше. Может быть, где-то это использовать чердачные помещения, может быть, поднять на какие-то возвышенности или строения, которые внутри сарая располагаются, или в самом доме. Естественно, все ценные вещи как можно поднять, как можно выше. А что делать, если людей стали эвакуировать, если объявлена эвакуация? Как вести себя? В такой ситуации, прежде всего, необходимо собрать документы, взять необходимый, как можно, по возможности, какой-то запас продуктов. Почему? Потому что, конечно, пункты временного размещения располагаются у нас в каждом муниципальном образовании. Но чтобы развезнуть их в полном масштабе, необходимо какое-то определенное время. То есть туда надо завести продукты питания, туда надо завести воду, гигиенические какие-то средства. Чтобы человек мог к собой прийти уже и хотя бы первые часы себя чувствовать комфортно, конечно, лучше желательно заранее подготовиться к этому. А что делать, если стихия настигла отдыхающих на море? Для этого и проводится оповещение, честно говоря. Мы надеемся все-таки, что жители нашего края и гости, которые сейчас отдыхают на побережье Приморского края, они все-таки покинут эти места. Необходимо понимать, что кто-то живет в домиках, кто-то живет в палатках. Естественно, при усилении ветра палатке очень тяжело устоять при ураганном сильном ветре. Поэтому лучше покинуть это место. Ну а в домиках я бы тоже все-таки рекомендовал не задерживаться, а лучше уехать. Почему? Потому что, как показывает практика прошлогодней, прошлого года, позапрошлого года, есть вероятность переливов дорог, разрушения каких-то мостовых сооружений или повреждения их. Поэтому зачем рисковать? Лучше все-таки покинуть это место и вернуться в постоянное место жительства. Огрозит ли что-то непосредственно Владивостоку? Обильное выпадение осадков? Сильный ветер? Обильное выпадение осадков, согласно пока существующего прогноза, ожидается на территории всей территории Приморского края. Захватят циклон все 34 муниципальных образования. Какой силы будет проходить циклон? Ну, пока тяжело. Все-таки мы все-таки еще надеемся на то, что, проходя корейский полуостров, еще раз повторю, циклон, потеряет свою силу и разобьется, но осадки все равно будут. Автолюбителям что-то можете посоветовать? Не выезжать в эти дни на дорогах, ну, все равно это невозможно. Согласен, сам автолюбитель. Честно говоря, очень тяжело покинуть дом и уехать на работу на общественном транспорте, хотя все мы привыкли, да и край у нас такой, что на одного жителя приходится одна, а то и в некоторых семьях и по две, по три машины. Поэтому не все прислушаются к моему мнению, но я все же рекомендую его принять к сведению. Все-таки оставить автотранспорт на местах автостоянок, в каких-то гаражах, у себя при усадебных участках, на домах, прилегающей территории, и воспользоваться общественным транспортом. Для чего это делается? Прежде всего, чтобы наши коммунальные службы могли расчистить дороги и те насыпи, которые в связи с сильным обильным потоком, дождевым потоком идет нарушение, выпадает на дорогу грунт, который камни, грунт, мусор. Его нужно своевременно расчищать, и чтобы меньше было аварий, конечно, коммунальные службы должны работать в нормальном, усиленном, так сказать, режиме и выполнить свои обязанности в полном объеме. Не надо им мешать. А что делать людям после того, как вода ушла? Как вот вернуться в свой дом? Есть же какие-то правила безопасности? Ведь вещи там мокрые. Ну, тут какие безопасности? Прежде всего, это необходимо проверить состояние электрооборудования. В каком состоянии подключения домов существует? Не повреждены ли электропроводка? После этого можно тогда уже после оценки, если вы самостоятельно, конечно, не сможете сделать, тогда вызвать представителей либо ЖЭО, ЖЭКа, каких-то домоуправляющих компаний, чтобы они могли вам прийти профессионально уже сказать, да, здесь не повредилось, можно использовать. После того, как уже будет состояние электрооборудования оценено, уже тогда приступать к какой-то осушке помещения. А для этого можно использовать не только электрооборудование, есть и всевозможные другие приборы. Где-то можно это воспользоваться и посредством, опять же, обращения в администрацию муниципальных образований для подачи соответствующих заявок, чтобы они могли выделить с резервного фонда вам эти недостающие приборы, необходимые приборы. Ну, то есть, все-таки существует надежда, что тайфун Нору потеряет свою силу, и если Приморье с ним и встретится, то все-таки это будет не такой удар стихии, какой настиг нас в прошлом году. В общем-то, есть надежда, что все не так страшно. Ну, конечно, жителей Приморского края, по-моему, тяжело чем-то либо напугать уже. Прогноз есть прогноз, и прогнозу надо придерживаться. Зная, владея информацией, естественно, человек владеет полмиром, так скажем, да. Но есть у нас определенная категория граждан, социально, так скажем, незащищенных и социально дезориентированных, которые просто относятся пофигистически ко всем предупреждениям. Естественно, все службы готовности находятся, мы всем будем оказывать помощь, и каждый житель должен знать, что когда оказывается помощь спасателями, либо какими-то другими службами, то в первую очередь это социально незащищенные слои населения. Дети, старики, женщины, уже потом более самостоятельные граждане. Спасибо вам большое, Игорь Николаевич, за ценную информацию. Будем ждать НОРУ. Будем надеяться, что все-таки циклон разобьется и не принесет нам такого ущерба, как прошлый год. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.